Инженеры нарекли её чебуратором и продемонстрировали только корреспондент на LifeNews. Так как нам воевать нечего, приходится мудрить что-то такое, придумывать. Это, в принципе, огневая мощь БМП, можно его даже к УАЗику прицепить на фаркоп. Вот тебе, пожалуйста. Боевые машины непонятной конструкции делают в одном из цехов Донецкой Народной Республики. Собирают каждую боевую единицу в прямом смысле по частям. Из разбитой техники украинской армии. Ствол от БМП приваривают к части корпуса от БТР. Устанавливают ленту от пулемёта. Передвигается техника на автомобильных колёсах. Бочка была. Возили в воду. Закрепили на неё башню. Сделали раму, закрепили башню. Восстановили башню. Всё оборудование воссовет не удалось, потому что техника была подбитая. Сделали своё дистанционное управление. То есть она будет работать со стороны, если человек в ней след не будет. Вот сам пульт. Будет включение системы, стрельба, поворот ствола вверх-вниз, поворот вправо-влево. В принципе, всё просто. Дистанционное управление позволит во время боя находиться за десятки метров от передовой. По словам инженеров, главная цель создания этой машины – сохранить жизни личного состава армии ЛНР. Название, произведение искусства – «Чебуратор». В интернете было много фотографий, что там у нас злобные чебурашки появились какие-то. Ну, есть злобные чебураторы. В боксе сбор чебураторов поставлен на поток. С ручного конвейера сошли уже больше десятка таких дистанционных машин-одиночек. По словам ополченцев, чебуратор имеет отличные стрелковые характеристики. Дальность – 3 километра. Хорошая манёвренность на поле боя. В планах у разработчиков сборка новой модели, но даже название пока держит в секрете. Говорят, что снаряды смогут поражать цель гораздо дальше его предшественника с мультяшным названием.